Говорит Черкесск В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. Социально-экономическая ситуация Республики и планы на ближайшую перспективу обсуждены в Кремле. 2023 год в Карачао-Черкесии объявлен годом развития промышленности. Несколько десятков миллионов рублей будет направлено на переоснащение региональных медицинских организаций. И команда Карачао-Черкесии заняла первое место в зональном этапе первенства СКФО и ЮФО по мини-футболу. Далее подробно. В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Карачао-Черкесии. Рашид Тимрезов доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Рашид Тимрезов, я понимаю, всегда нерешенных вопросов много, проблем много. Но посмотрю, у вас все-таки подрастает промышленное производство и инвестиции растут. За счет чего инвестиции? Это гидроэнергетика, переработка. Гидроэнергетика, переработка и сельхоз. В том числе пенсионные сады. Крупное предприятие открыли по переработке баранина. Оно одно из самых крупных в нашей стране. Ну и промышленное производство, в том числе и строительные материалы, цементы, известь. За счет этого мы там подросли. У нас был определенный спад. К сожалению, наблюдается в строительстве спад, но мы его подтянем. Хотя у нас абсолютный рекорд по вводу жилья. Поэтому здесь у нас спад за счет дорожного строительства, нового реализации и всех национальных проектов, которые мы их неукоснительно выполняем. Владимир Владимирович, все ваши поручения. У нас более 170 объектов в этом году. Мы строим и инженерные инфраструктуры, и школы, и больницы, и спортивные, и объекты культуры, здравоохранения, базарами. Надо, конечно, обратить особое внимание, имея в виду, что объекты социальной инфраструктуры, конечно, требуют реконструкции многие, внимательного отношения к ним. И, конечно, новое строительство нужно обязательно. Ну, конечно, то, что ваше поручение по капитальному ремонту образовательных учреждений, школ, это, конечно, очень серьезное подспорье. 24 объекта. И на самом деле, в основном, это не только городские, но в основном, это, конечно, сельские населенные пункты. В завершении встречи в Кремле Рашид Тимрезов поблагодарил президента за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. По словам руководителя региона, это очень серьезное подспорье для хорошего социального самочувствия в республике. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что создаваемая в России система пособий должна поддержать все семьи. У нас много региональных мер поддержки семьи с детьми. Поэтому в этом плане работу ставим для себя как одну из самых основных и знаковых. Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем от беременности женщины до 17-летия, она тоже должна поддерживать всю семью. Да, это однозначно, конечно. Указом президента страны, руководителем управления Федеральной службы безопасности по Крача-Чекесе стал полковник Павел Потасов. До назначения Павел Владимирович служил на руководящих должностях в ФСБ России по Северной Осетии Алании, а ранее на различных должностях в системе органов безопасности страны. Потасова главе республики представил предыдущий руководитель оригинального управления ФСБ Юрий Полодовский, возглавлявший управление с декабря 2018 года, который также указом президента России переведен на вышестоящую должность в структуре органов безопасности страны. Рашид Тимрезов отметил, что высокопрофессиональный и сплоченный коллектив оригинального управления ФСБ успешно решает задачи по борьбе с терроризмом, экстремистскими проявлениями и обеспечению безопасности граждан. К постоянным направлениям деятельности, которые всегда находятся в фокусе нашего совместного внимания, сейчас добавились новые вызовы, с которыми, я уверен, новый руководитель при поддержке опытного коллектива успешно справится и оправдает доверие, оказанное президентом России и руководством службы под Чигну в ходе составшейся встречи глава республики Рашид Тимрезов и пожелал успехов новому начальнику ФСБ по Крача-Черкесе Павлу Потасову на новом месте службы. Глава Крача-Черкесе Рашид Тимрезов объявил 2023 год в республике годом развития промышленности. С новогодним обращением к землякам руководитель региона подчеркнул, что приоритетные направления развития республики сформулированы как с учетом задач, которые ставит перед республикой глава государства, так и опираясь на обращения жителей Крача-Черкеси по самым актуальным проблемам, которые они высказывают на самых разных площадках. И, конечно, будет продолжена реализация национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни как в городах, так и на селе. При этом не останется без внимания ни одна отрасль здравоохранения, образования, строительства, газификации и дорожное хозяйство. Продолжится работа по созданию условий для самореализации детей, молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья, добавил Рашид Тимрезов. Не забывая о задачах строительства жизненно важных социальных и инфраструктурных объектов, главную задачу, которую я ставлю перед собой и органами государственной власти на будущий год, это создание новых высококвалифицированных рабочих мест, развитие реального сектора экономики, поддержка малого и среднего бизнеса. В связи с этим, в следующий год я объявляю годом развития промышленности. Дорогие друзья, в новом 2023 году нас ждет много работы, которую мы сможем осуществить только вместе и сообща, в единстве и сплоченности, во имя нашей малой родины, Карачаева Черкесской Республики и всей России. Прожиточный минимум в России с января этого года повысился до 14 375 рублей. Кроме того, повысятся доплаты к пенсии, размер социальной помощи и различные пособия. В прошлом году размер прожиточного минимума в стране составлял 12 654 рубля, а в июне 2022 года его увеличили на 10%. В соответствии с постановлением правительства Республики от 1 июля прошлого года в Карачаевске величина прожиточного минимума на душу населения составляла 12 667 рублей, для трудоспособного населения 13 806 рублей, пенсионеров 10 893 рубля и детей 13 201 рубль. Эти параметры изменятся с этого месяца. Власти Карачаевске планируют выделить в этом году около 30 миллионов рублей на переоснащение оригинальных медицинских организаций для пациентов с онкологическими заболеваниями. В частности, на переоснащение медучреждений предусмотрены бюджетные осигнования в сумме более 27 миллионов рублей. Кроме того, планируется оснащение сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. На эти цели будет направлено более 34 миллионов рублей. А на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний выделят более 32 миллионов. Вместе с тем, на развитие паллиативной медицинской помощи на 2023 год предусмотрена сумма в размере 11 миллионов 600 тысяч рублей. Для реализации регионального проекта создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения более 21 миллиона рублей. До конца первого квартала 2023 года в 68 регионов страны дополнительно поступит 299 передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в небольших населенных пунктах. В Крачащики и СИУ, в частности, поступят два из них. В федеральном бюджете на поставку медицинских мобильных комплексов заложено более 2 миллиардов рублей. Это позволит приобрести 235 комплексов для оказания первичной медицинской помощи, 30 комплексов для проведения профилактических осмотров и 34 для проведения флюорографии и маммографии. В Крачащики успешно продолжается реализация новой программы газификации региона, благодаря которой газовая инфраструктура была доведена до без малого 3000 домовладений, что составляет 123% от плана реализации на 2021-2022 год. Информацию комментирует советник исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ акционерного общества «Газпром» газораспределения «Черекеск» Наталья Солянкина. На сегодняшний день можно говорить о том, что на 99% мы завершили те планы, которые были на 2022 год по догазификации домовладений. А в некоторых территориях получается работать с опережением графика, например, в Джигутинском районе, в Хабецком районе, уже исполнять заявки 2023 года. В Карачаеве продолжает работу Единый республиканский штаб по сбору централизованной помощи для военнослужащих из региона, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции и членовых семей. В рамках его работы с целью поддержать бойцов из нашей республики на передовой общественным движением «Народный фронт» реализуется проект «Все для победы». Помочь может каждый. Перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей стало гораздо проще, благодаря уникальному QR-коду. Все будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции. Кроме того, продолжает работу МУКТ сбора в оригинальном отделении Народного фронта по адресу Черекеск, Ленина, 34. Всю подробную информацию можно получить по телефону 8 928 027 41 22. Более 9 километров федеральной трассы А-155, которая ведет к курортам Карачао-Черкесии, будут отремонтированы до конца этого года. Это четырехполосный участок федеральной дороги Черекеск-Дамбай, граница с Абхазией, на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Жигуты. Из-за возросшей интенсивности движения, а это свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты, в том числе трещины, колейности и сдвиги поверхности. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации, а также при помощи специальных добавок сделают дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона, выравнивающий, и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. По такому же принципу отремонтируют примыкание и пересечение. С 1 марта этого года жители многоквартирных домов смогут сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Такая возможность будет доступна тем, кто по каким-то причинам временно не пользуется данной услугой, например, из-за отъезда в отпуск или командировку. Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются, исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Чтобы сделать перерасчет, нужно будет подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие туристические путевки или авиабилеты. Правда, услуга будет предоставляться жильцам, которые отсутствовали более пяти календарных дней. В Карачао-Чикесии завершилась реализация проекта «Легенды и сказания КЧР», направленного на популяризацию изучения родных языков подрастающим поколениям. Все фильмы будут переданы в школы республики для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка. Об этом сообщила автор и главный режиссер проекта Мадина Лайпанова. Данный проект был поддержан фондом президентских грантов, Министерством образования и науки Карачао-Черкесии, а также Министерством культуры нашей республики. В ходе его реализации было снято пять короткометражных художественных фильмов на национальных языках Карачао-Черкесии. Отснятые материалы были продемонстрированы в 13 общеобразовательных учреждениях региона, а также в 11 домах культуры и на различных открытых площадках. Стоит добавить, что все фильмы будут переданы в школы республики для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка через Министерство образования и науки Карачао-Черкесской республики. Хотелось бы отметить, что в нашем регионе родные языки в школах изучают более 50 тысяч человек. Соответственно, мы уверены, что данные фильмы будут хорошим подспорьем и выступят таким интересным дополнительным материалом при изучении родных языков. Ну и последняя информация. Команда Карачао-Черкесии заняла первое место в зональном этапе первенства Северокавказского и Южно-федеральных округов по мини-футболу. Состязания среди команд юношей 2007-2008 годов рождения прошли в Пятигорске. Так, победителем стала команда комплексной спортивной школы Победа Черкеска. Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачао-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, в северных районах днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 7 градусов мороза. В горах места минус 1 плюс 4 и выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. На дорогах республики местами гололедится и снежный накат. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров. Столбик термометра опустится до минус 6, а на дорогах города гололедится. Таковы наиболее заметные события республики информационный выпуск провела Редонирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова